В договорах все красиво. Никакого нет, Дима, ничего лишнего. Это встреча гостей и развлечения, песни, танцы. Все. Виктория делится впечатлениями от так называемой «новой работы». Девушка рассказывает, нашла фирму по найму сотрудников для работы в Корее с разными вакансиями. Привлекли и простота работы, встречи, развлечения гостей и оплата от 150 до 200 тысяч рублей. Вот только работают в Корее совсем не так, как представляла себе Виктория. Мы также сказали, что здесь нет никакого хостеса, что это практически как в борделе. То есть ты заходишь с клиентом, да, ты его там разлюбляешь, но разлюбляешь, что его урочешь. Ну интересно, вот все попробовать. И за это же где деньги? Вот за это плачки. Ну соответственно, я... Они там не целуются и лазят под платье и все такое. Это прям ужас. В итоге вышло, что попали красноярки совсем на другую должность. Как нам сегодня рассказали в самой фирме, девушки действительно встречают и провожают гостей. Но вот самим гостям позволено трогать девушек, обнимать, держать за руку, гладить по ногам. Причем есть разделение. Если в так называемом мягком клубе девушка может отказаться от прикосновений гостя, то в жестком прикоснуться могут даже к интимным частям тела. Но вот зарабатывают больше как раз во втором клубе, примерно на 150 тысяч. То есть чем больше тебя трогают, тем больше получаешь простая жизненная арифметика. Как рассказала скаут фирмы Инна, о таком порядке работы предупреждают всех и сразу. Инна говорит о ситуации Виктории, в фирме тоже знают и даже пытались ей помочь. Этот клуб считается мягким, но видимо как бы девочки до этого заехали, которые многое себе позволяли, может быть что-то изменилось. Их перевели в другое место, я это точно знаю, их повезли в другое место, им там не понравилось. Я не знаю, почему им в другом месте не понравилось. Где не трогают работать? Место хорошее. Я сразу же скажу честно, место хорошее. Но получается им там не понравилось, я не знаю почему. И мне менеджер написал, что они улетают, как будто это было ночь. Я написала, что все хорошо, я поняла. Но по-видимому Виктории еще двух красноярок такое решение не устроило, как и многих сотрудниц агентства. Девушка рассказывает, многие просто пытаются быстрее отработать свои деньги и улететь домой. А когда домой попросились и красноярки, их просто отвезли в аэропорт и оставили там одних. Теперь девушкам придется думать, как добираться до родного города. Работа гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, она регулируется исключительно правовыми нормами иностранного государства. Поэтому законы Российской Федерации здесь на эти отношения не распространяются. Поэтому вы не сможете предъявить никому никаких претензий, находясь на территории Российской Федерации. Поэтому если вас не устраивает та трудовая функция, которая выполняется вами на территории иностранного государства, то ответ на вопрос, что делать, он достаточно очевиден. Возвращаться на территорию Российской Федерации, где вы уже сможете предъявить претензии. Заинтересовались сложившейся ситуацией в полиции. Там пообещали провести проверку, если к ним поступит заявление. Ну а пока девушки не думают ни о заявлениях, ни о наказании для виновных. Все, чего они хотят – просто попасть домой. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев, Новости ТВК.